Приветствую дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам хочу рассказать о одном конкурсе, в котором я участвовала в инстаграм, где я должна была быть победителем, но меня не выбрали. Я считаю, что это несправедливо и я вам хочу сейчас рассказать. Вы знаете, что на своем канале и в инстаграме я всегда, когда участвую в конкурсе, что-то выигрываю. Я делаю видео, делаю фото и выкладываю, где я выиграла. Я вам показываю, рассказываю, какая фирма оплачивает, не оплачивает, где я получила подарки, быстро, не быстро. Я оплачивала за доставку. У меня уже было таких много видео. Я участвую или в фейсбук участвовала, или в инстаграме. Но в инстаграме я участвую не в конкурсах не очень так часто. Может, если какой-то там очень интересный подарок, или если я участвовала в тех конкурсах, в тех группах, где, ну, с моего города. Я уже выигрывала в инстаграме, но только в тех, вот я выиграла в Радио 10, это наша такая медийная группа есть в городе. И в Оззи, вы знаете, даже недавно, вот я в Оззи выиграла картошку в Пиппелла. Да, кто видел там, знает. В Радио 10 я тоже уже по разу выиграла и в инстаграме, и в Фейсбук. И, вы знаете, у меня здесь такой профиль. Знаете, что я блогер, я фрилансер, и у меня такой профиль. Здесь идет все, как я сказала, три в одно. Здесь и мои личные фото. Фото из тех видео, которые я снимаю на своем канале. Вот, например, пару дней назад на моем канале было видео, которое я получила, вы знаете, что я покупаю товары в Китае. Я вот получила товар, и вот я выставляю этот товар, показываю, что я купила, и другое. И говорю, что где вы можете посмотреть на моем канале вот видео. Например, вот я получила такие термосумки, очень прикольные, очень классные термосумки. И вот я выставила такой. У меня есть ли не один канал? У меня есть много каналов. У меня есть отвлекательный канал. Вот даже, например, вот сегодня я покупала, ну, не сегодня, вчера покупала билетики. Там я покупаю билетики. Вот он забавы, и разные я играю. Двенны лотерейки, и украинские национальные лотерейки. Вот когда я играю, я выставляю. Вот я сегодня купила такие билетики. Вот смотрите видео на моем канале. Бывает у меня, да, у меня, может, моих личных фоток здесь не аж не так много, конечно. Они есть, но не так много. Например, вот на Новый год были у меня фотки. Вот здесь, вот торти, которые я делала на Новый год. Вот подарки. Вот я. Вот моя семья. Ну, и есть и другие фотки. Ну, конечно, сейчас раньше было фоток немножко больше, сейчас меньше. Конечно, потому что, не знаю, кто смотрит мой развлекательный канал. Я там говорила, что я сейчас после операции, я уже больше трех с половиной месяцев не хожу. Я делаю операцию на Новый, но я не выходила даже на улицу за это время. Знаете, потому у меня личных фоток нет. Вот была последняя фотка у меня, значит, я сделала на 8 марта. Ну, и здесь просто я показала свою фотку. Мне в Фейсбук напомнил, как 10 марта было два года назад, как я гуляла с своей овчаркой. Ну, конечно, ее уже нет. Ну, и другие у меня фотки. Да, и так как я фрилансер, то я бывает, вставляю там фотки, показываю товар, где вы можете купить. Да, вы знаете, то, что я выставила за то, что если вы купите по моей ссылочке, там мне капает какая-то копеечка. Ну, вы знаете, ну, давайте ближе к делу. Вот я хочу сейчас рассказать, вот такой есть магазин, магазин Моцарелла. Видите, здесь у них много подписчиков. Магазин, я бы сказала, неплохой, потому что я сама лично, моя семья покупала в этом магазине разные товары. Ну, я люблю тоже сладости очень, люблю капучино покупала. Ну, мы покупали, ну, там и другие товары, там разные продукты, ну, именно на продуктах. Магазин неплохой, я знаю этот магазин. Ну, я, кстати, увидела в инстаграме, что этот магазин Моцарелла проводит конкурс. Здесь такой конкурс был, да, он был запущен первого числа. На 8 марта разыграли вот такой подарок. Видите, здесь сладости. А так как я очень большая сладкоежка, у нас семья вся сладкоежки, и у меня еще есть маленький племянник. Ну, я решила поучаствовать. Видите, такой очень хороший подарок, здесь и киндер есть. Видите, вафельки эти я знаю, мы любим очень эти вафельки. Мишки интересные, ну, киндер я понимаю, это племянник. Ну, я решила тоже поучаствовать в этом конкурсе. И смотрите, какие здесь были условия. Быть подписчиком на магазин Моцарелла. Поставить лайк на 5, на 5, отметить фото. Отметить друга в комментариях. Можно отмечать много людей, но только новых, ну, чтобы не повторялись. И пишет живых людей. Но больше ни в описании, в условиях не было написано, что нельзя отмечать профили без фотографий, что нельзя отмечать ловеров, что нельзя отмечать людей, которых совсем нету фотографий. Или там, бывает, пишут там, сколько должно быть фотографий в профиле. Здесь этого ничего не было. Условий не было. Просто написано отмечать живых, типа, людей. Новых и живых людей. Ну, тут, видите, это именно за комментарий. За сам профиль. Какие люди могут участвовать, нигде не написано. Хотя, во многих конкурсах есть такие конкурсы, которые пишут, что нельзя участвовать. Вот этим людям, которые я перечислила. Здесь ничего не было. Розорож был проведен 8 числа. Было видео в сторис. Ну, знаете, я просто чисто случайно попала даже. Я открыла инстаграм, потому что там читала свои сообщения. И увидела вот это видео. Я открываю видео, смотрю. И начался розорож. И я выпадаю в этот розыгрыш первым. Я должна была быть победителем. Они зашли на мою страничку. И буквально так, на тебе, раз, два. Два раза пролистали буквально. Посмотрели, сказали, профиль не живой. И все. И выбираем другого победителя. И начали выбирать другого победителя. Вы знаете, мне, если честно, стало обидно. В правилах не было ничего указано. Они даже не посмотрели, что там и как. Там, говорю, пролистали буквально раз-два и все. Но это мне стало обидно. Я сразу в тот же день написала им сообщение. Ну, почему так? В правилах не было. Я просила, чтобы они мне объяснили, что я и причем. Прошло день, прошел два. Сообщение мое также не было причитано. Сегодня уже 17 число. Вот то сообщение, которое им написала в Дирек, оно даже не прочитано. Они его даже не прочитали. Через два дня где-то я решила им написать именно на страничке. Вот здесь есть моя переписка. Не знаю, благо, что ее не удалили. Бывает, что только магазины даже удаляют. Потому что здесь кто-то спросил, кто выиграл. Они написали, выиграла, там, кого-то выиграли. Но я написала сразу, а почему вы мне отвечаете на мое? Я вам задала вопрос. Мне написали, что страничка носит коммерциальный характер. Надо отмечать живых людей. Очевидно, что живых людей повинен отмечать живые люди. Они считают, что у меня коммерческая страничка, у меня онлайн-магазин. У меня там бог знает что. И все такое-такое. И потом они начали, не знали, уже написали, что ваша даже назван переводится как магазин Китай. Ну а при чем тут мой ник? Я могу ник выбрать любой. Здесь не по нику выбирали. Не у всех профиль в Инстаграме называется так, как ваша фамилия. Но не все пишут. Пишут любой себе ник. Бывает имя и еще там какое-то слово. Бывает по-разному. Знаете? Вот такое. И что они еще мне написали? Что они мне еще написали? Что мы, типа, перепрошиваем. Может, это, типа, это действительно наша вина, что мы не вказали в умову. Ну, видите, они просто здесь пишут по-украински. Типа, это наша вина, что мы не указали в условиях. Видите? Если вы даже говорите, что это ваша вина, если не было указано, значит, вы должны были меня выбрать. А они меня не выбрали. И это, я считаю, неправильно. Если честно, мне их ни подарок не надо. Я себе сама могу купить. Но, вы знаете, что я всегда... Если не, я выиграю, я всегда вам рассказываю. И вот я хочу сказать. Да, магазин моцарелла. Вам позор. Если вы такое сделали, вам позор. Я знаю, что вам не жалко этого подарка. У вас там хорошо раскрученный магазин, большая торговая сеть. У вас там, по-моему, не один магазин есть, и много магазинов. И здесь у вас есть подписчики. Но я считаю, что это так не делается. Вы виноваты. Вы неправильно написали. Вы неправильно сделали. Так что, еще раз хочу сказать. Вам позор. Знаете, я хочу вам сделать урок, чтобы вы знали на следующий раз. Делали ошибку. Признайте ее. И сделайте, как было написано. А в следующий раз ее исправьте. И напишите правильно, как должно быть. И выберите уже правильного победителя. Вы выбрали победителя неправильно. Я считаю, что это вы сделали неправильно. Так что, чтобы вам был на следующий раз урок. Так что, это не красиво. С вашей стороны, это очень некрасиво. Все, друзья. Вот такое сегодня было у меня видео. Я немножко, конечно, расстроилась. Было очень неприятно. Сейчас я буду знать, каких конкурсов участвовать. Хотя, я говорила, что я не так часто сейчас участвую. Намного меньше. Ну, а если магазин проводят, так почему бы не поучаствовать? Причем, кто участвует. На вас люди подписываются. Вас раскручивает магазин. У вас много подписчиков. Знаете, бывает, что я даже не участвую в конкурсе. Я подпишусь на этот магазин. Просто поучаствую в конкурсе. Потом посмотрю там на профиль, на магазин. Посмотрю, что очень интересный товар. Я захожу, смотрю. И бывает, что я встаю с их, вашими клиентами и покупателями. Знаете, это тоже для вас большая реклама. Ну, что, если честно, да, мне было немножко обидно и неприятно, что такое случилось. Знаете, думала, раз снимать, не снимать видео. Но я вижу, что они как-то не отвечают на сообщения, не читают. Здесь они прочитали, дальше тоже промолчали, ничего не написали. Думала, хотя, типа, они признали свою ошибку, но ничего не ответили. Знаете, потому я решила снять видео и вам рассказать. Все, друзья, вот такое у меня сегодня было видео. Если вы считаете, что я была права, поставьте лайк. А если я не права, поставьте лайк. Так что я жду ваших комментариев. Как вы считаете, кто прав, я или они? Пишите в комментариях. Я буду вас ждать, ваши комментарии. Можете мне написать в директ. Если есть кого-то интересные истории, где, может, кто-то участвовал, может, еще в каких-то конкурсах и вам не тоже так, вот тоже так посчитали, написали. Напишите мне. Пишите в комментариях или пишите в директ. Мне будет интересно почитать. Может, я сделаю какую-то подборку или тоже сниму видео на эти темы. Ну, у меня в контактах есть такая, в моей группе такая тема. Я там тоже списываю, те, кто оплачивает, кто не оплачивает, там есть. Может, я здесь где-то сделаю или здесь в инстаграме или еще где-то на канале. Сделаю еще здесь такую группу, чтобы тоже люди могли писать. Знаете, мне просто обидно, что есть такие нечестные группы. Они только накручивают подписчиков, собирают лайки, а розырыш правильно не проводят или проводят нечестно или между своим. Да, был еще один конкурс, который провели неправильно. Тоже в нашем городе, знаете. Я тогда промолчала, не сказала, но честно, я думала, что у нас люди намного лучше. Но я вижу, что сейчас люди кругом такие все поступают не очень правильно. Да, я не говорю, что я такая всесвятая, но это тоже неправильно. Ходится, чтобы не было этого обмана, лжи и все этого плохого. Понимаете, это идет как бы снежный фон. Сегодня я обманул, кто-то вас обманул, иной идет, закручивается, и весь все плохое, все негатив идет, и идет, и идет. Знаете, говорят в том фильме, обидно за страну. Обидно за наш город. Что у нас хорошее такое хорошее, а бывает, что так поступает неправильно, ничем. Все, друзья, хорошо. Извините, что такое было долгое видео. Думала, что скажу пару слов, но что-то, знаете, вот так накипело за эти пару месяцев, что хотелось уже что-то выговорить. Все, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Я вам желаю удачи. Если участвуйте в конкурсе, желаю вам выиграть. Но выиграть под часом, потому что действительно группа проводила частные конкурсы, и вы выиграли под часом. Все, друзья, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok